Бари – это исторический город в Италии, ставший любимым местом туристов. Мало того, что пляжи находятся на берегу Средиземноморья, где можно отдохнуть, загорая под ласковым солнцем и плавая в Лазурном море, здесь еще сосредоточено множество достопримечательностей. Поэтому желающие могут прогуляться самостоятельно или с гидом по городу, чтобы увидеть памятники старины. Важно, итальянский город Бари находится в субтропиках, поэтому климат соответствующий. Дождей в течение года идет мало, зима всегда мягкая. Летом термометр показывает до 30 градусов по Цельсию. Пляжи открыты с весны по осень. Купаться можно уже с середины апреля по начало ноября. Сентябрь принято считать бархатным сезоном. Бари – Италия, пляжи, которые здесь есть интересны даже своими названиями. Например, хлеб и помидор. Он широко известен среди местных отдыхающих. До центра от него всего 10 минут ходу. Территория, занимаемая им, достаточно большая. На пляже есть зонтики, лежаки, туалеты, душевые кабинки. С побережья открывается прекрасный вид как на море, так и на старинную часть города, где собраны памятники архитектуры. Хотя на пляже людей всегда много, места хватает всем. Важно, хлеб и помидор, является крупнейшим пляжем в городе. На берегу песок, вход в море хороший, сначала неглубоко, что позволяет на отдых брать с собой маленьких детей. Тут же присутствуют развлечения, среди которых возможность прогуляться по набережной, покататься на катере и катамаране. Рядом кафе, где подается исключительно местная кухня. Но это не единственный пляж. Рядом с Бари есть Монополи – маленький город, где тоже есть удивительный пляж. Все побережье чистое и видно, что за ним следят. Отдыхать можно как в компании взрослых, так и с детьми. На любом пляже предоставляется услуга аренды лежаков и зонтиков, а также возможность поесть. Чем выше сезон, тем больше отдыхающих. На заметку. В Италии есть пляжи в Барлетти-курорте, расположенном на побережье Адриатического моря. Они известны тем, что на берегу много гальки, а также есть места, покрытые песком. Для каждого туриста найдется развлечение. В городе два пляжа, в северной и южной стороне, которые по своей инфраструктуре мало чем отличаются. Отдыхающим выдают шезлонги и зонтики. Хотя территория для отдыха небольшая, разместиться есть где. Любители позагорать хорошо отнесутся к южному пляжу. Тут можно отметить зону, отранта, бриндизи, астуни. Песок белого цвета, море чистое, с пляжа открываются виды на скалы и утесы. Сюда доехать можно на своем авто, которое есть возможность взять в аренду. Так удобнее всего путешествовать. Желающие могут доехать до пляжа на поезде, поездка отнимает примерно полчаса. Вся эта красота видна прямо с берега. Важно, пляжи позволяют увидеть природную красоту и открывают вид на памятники архитектуры. Тоскана Италия. Отдых на море до города можно доехать несколькими способами. Лучше всего отправиться в путешествие на самолеты. Для этого из России летают лайнеры. Правда, не прямым рейсом до места. Нужна пересадка, выбрать лучший стыковочный вариант несложно. Важно, автобусы отвезут туриста из аэропорта до города в любое время между 5 утра и 11 вечера. Рейс подбирать следует именно в этот период времени, чтобы не ждать долго в аэропорту. Есть другой вариант. Долететь до Рима или Таранта, откуда до Барри добраться можно на поезде. Из столицы Италии ехать придется 4 часа, а из Таранта всего полтора. До пляжа «Хлеб и помидор» от старого города можно дойти за 15-20 минут прогулочным шагом. До других официальных пляжей доехать можно на автобусе или поезде, время в пути занимает полчаса. До более отдаленных мест получится доехать за час. Речь идет о Трани, Бишелье, Барлетте. Это пляжи в северной части Италии. Бюджетные рейсы, чтобы добраться из России до Италии, а именно до Барри, удобны. Лететь можно авиарейсами Ирландии, Латвии, Греции, Венгрии, Бельгии, Турции, Германии, Италии, Швейцарии и России. Важно! Из Москвы в Барри есть прямой рейс. Он был открыт с 24 июня и будет выполняться по 7 октября текущего года. Летает только по воскресеньям из Домодедова. В 2019 году планируется запустить его три раза в неделю. Примерная стоимость на июле-август составляла 17 тысяч рублей. Есть несколько возможностей, чтобы добраться до Барри из Москвы. Каждый день летает самолет из Внукова до Барри через Милан. Стоил билет в летние месяцы между 15 и 17 тысячами рублей в оба конца. Из Бергама, Милан, до Барри летал самолет в июле примерно за 20 евро. Дорога отнимает полтора часа. Важно! Есть возможность добраться из Милана до Барри на поезде. Летом билет стоил до 100 евро. Дорога занимает 10 часов. Такой путь понравится тем, кто любит смотреть достопримечательности и бродить по магазинам. В Милане их много. До Барри через Милан можно добраться и через Кельн, используя авиакомпанию «Победа». Для этого на самолет нужно сесть во Внуково. Из Домодедова долететь получится до Барри через Грецию, а обратно через Будапешт. Стоимость перелета в оба конца составляла летом 27 тысяч рублей. Можно лететь через Брюссель, потом в Рим, а затем в Барри. Обратная дорога проходит через Бергама. Стоимость проезда обойдется в 24 тысячи рублей. Есть вариант использовать немецкую авиакомпанию, пересаживаясь в Германии. Примерно билет обходится в 26 тысяч рублей. Из Внуково есть рейс до Стамбула, потом в Барри. Цена билета от 16 до 19 тысяч рублей. Из Шереметьево долететь можно до Рима, потом до Барри. Правда, придется в аэропорту прождать 6 часов, чтобы воспользоваться стыковочным рейсом. Еще один вариант – из Шереметьево до Риги, потом до Рима, а затем до Барри. Стоит перелет 24 тысячи рублей. Важно, все варианты являются бюджетными. Для любителей достопримечательностей лучше выбирать недорогие маршруты со стыковочными рейсами, чтобы была возможность погулять по близлежащим городам налегке, так как багаж доставляется до конечной точки маршрута транзитом. Тур из Москвы до Барри стоит выбирать самый выгодный. Для пляжного отдыха в Барри, в Италии, достаточно просто выбрать себе подходящее место. Италия Отдых на море – лучшие места можно выделить пляжи на север от Барри и на юг. Для начала стоит обратить внимание на северное побережье, в Малфетти Берек днем работает в качестве пляжа, вечером используется как ресторан, а ночью здесь дискотека. Тут же находится Белведери, являющийся старым оборудованным пляжем. Рядом ресторан, где можно перекусить. Важно, пляж платный. С человека от 1012 евро, зонтик стоит 7, шезлонг 3, сиденье 2 евро. Детям до 110 сантиметров ростом в выходной день скидки. Цена на лето 2018 года. Солнечный берег, бирюзовое море и спортивное развлечение дарит пляж под названием Веладжа Лидонитуно. Здесь предлагаются шезлонги, зонтики, сиденья, бассейн. В выходные можно пойти на курсы по аэробике, заняться гимнастикой в бассейне, потанцевать на карибский лад, поиграть в футбол, пляжный волейбол, пинг-понг. Малыши тут учатся плавать, нырять, играть в футбол, теннис, кататься на лошадях, занимаются изучением растений. Здесь есть возможность заказать пиццу. На заметку. В баре вход на пляж, хлеб и помидор, абсолютно бесплатный. Южная часть от баре характеризуется следующими пляжами, колориеном, платной слежаками и зонтиками, занимающей большую территорию, берег песочный и скалистый. Есть бар и парковка для машин. Время работы между 8 часов 45 минут и 19 часов. Како деревня получал три года подряд награду за самый чистый берег. Он здесь скалистый или галечный. В качестве отдыха предлагаются солярий, бассейн, кроме этого еще много других развлечений и услуг. На прокат можно взять лежак, зонтик или каноэ. В ресторане, домик рыбака, получится перекусить. После морского купания хочется принять душ, тут их два, с холодной и горячей водой. Предусмотрено наличие раздевалок, есть Wi-Fi, ходит официант, предлагая напитки. Выдаются пляжные полотенца. Можно по необходимости обратиться к фельдшеру. Предусмотрена парковка. Здесь играют в волейбол, занимаются фитнесом возле бассейна. Можно отдохнуть и инвалидам. Цена на отдых разная, все зависит от сезона и дня недели. Например, летом 2018-го вход на пляж, аренда шезлонга, зонтика, фитнес-занятия стоили 12 евро и 50 центов. Максимум оплата составляет до 20 евро. Важно, дети до трех лет проходят бесплатно. Работает пляж с 9 утра до 6 вечера. Для тех, кто приходит после полчетвертого, идет скидка на 50%. Нельзя с собой брать еду и напитки, входить несовершеннолетним без взрослых. На каждом пляже, даже на бесплатных, предусмотрены лежаки, зонтики и туалеты. Тропея Италия Отдых, пляжи, достопримечательности отель, Питро Демаль, самый бронируемый, так как расположен всего в 7 километрах от базилики Святого Николая. Рядом с гостиницей находится пляж, сад, терраса с видом на море. Еще один известный отель с функцией предоставления постели и завтрака – это вилла, которая находится на 3 километра дальше от базилики Святого Николая, чем предыдущая гостиница. Здесь есть даже, Wi-Fi. В конце стоит сказать, что отдыхать в баре – одно удовольствие. Тут найдут место для отдыха и развлечений даже крайне экономики.